В общем, снова доказано. Неприкосновенных нет. Четкий сигнал всем, кому есть что скрывать, вне зависимости от уровня или региона. Да и размах впечатляет. Вот, например, Владимир Соловьев подметил, не гриб срезают, а всю грибницу. Выкорчевывают предполагаемую преступную активность в Карачаево-Черкесии с корнем. И, конечно, ничего странного в желании СМИ составить как можно более подробный портрет Рауфа Арашукова. Изучают, помимо прочего, круг общения, где внезапно обнаружилась Тина Канделаки. В соцсетях совместное фото, датированное февралем прошлого года. И подпись «Самый красивый молодой сенатор». Ну, к чести Тина Тинги Виевны отреагировала сразу. Говорит, для нее фигурант скандального расследования всегда был исключительно дружелюбным и общительным соседом. Ничего криминального никогда с ним не обсуждала. Поэтому сегодняшние новости стали, цитата, печальным сюрпризом. И одновременно напоминанием о том, что нарушать закон нельзя никому. Интересно было бы узнать, согласна ли с этим принципом Аида Арашукова. Супруга задержанного парламентария, модный дизайнер и активная участница светской тусовки Москвы. Кто засветился в ее компании, расскажет Алексей Конопко. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Ну, рискну предположить, что подруги сплошь из Бомонда. Ну, по крайней мере, те, о которых известно, да, люди высокого культурного полета, может, потому и комментировать дела подруги не очень-то хотят. В самых популярных поисковых запросах к имени Аида Арашукова значатся фото, биография, муж и стоимость платьев. Про супруга самое важное сейчас выясняют следователи, а вот остальное интересно. Жена задержанного сенатора хорошо известна столичному и не только Бомонду, как модный и успешный дизайнер. У нее удивительное какое-то сочетание скромности, но при этом это очень эффектно. То есть не всегда скромная одежда может выглядеть так красиво, так необычно. Она использует какие-то такие материалы, видно, что дорогие. Компанию со слоганом «The Brand of Modesty», то есть «Бренд скромности» создали в конце 2014-го. А меньше чем через год ее коллекцию по мотиву мусульманских традиций в одежде оценивали гости одного из самых представительных показов в модном сезоне – «Мерседес Фэшн Вик». А вот как бренд характеризует себя на странице в интернете. В 2014 году на российской карте модных брендов появилось новое имя – «Араида». Его вошедствие на отечественные подиумы стало поистине триумфальным. Каждый, кто хоть раз видел модели от «Араида», с уверенностью скажет, что это произведение искусства, воплощенное в изяществе линий, невесомости ткани, игре шелковых нитей, кружева, ручной вышивки и декора. Аида Арашукова, говорят эксперты, выбрала удачный рынок. В 2017-м мусульмане планеты потратили на одежду четверть триллиона долларов. Больше, чем представители всех остальных конфессий и те, кто придерживается только светского стиля. Это протопорте с элементами кутюр, возможно, с срочной работой. Достойное, достойное качество – это достаточно естественный путь развития российских брендов, что большое количество денег вкладывается в рекламу, в пиар и в маркетинг, поэтому большинство начинающих брендов всегда преуспевающе. Успех получился и правда оглушительным. Через несколько месяцев после открытия фирмы ее показ уже освещает модный журнал «Татлер». В апреле 2016-го дефиле провели в самом центре Москвы, в историческом доме Смирнова на Тверском бульваре. А летом того же года фирма планирует открыть шоурум в Столешниковом переулке. Для тех, кто не знает, это самое, так сказать, элитное место Москвы. Рядом «Прада», «Кортье», «Феррари». По итогам того же 2016-го Аида Арашукова получает «Золотой домкрат» – премию за бизнес-успех в номинации «Лучший женский проект». Скорость роста популярности ее бренда связана не только с тем, что он эклектичен и соединяет в себе традиции и опыт западной и восточных культур, но и инвестициями в этот рост, которые могут составлять в данном случае до половины или даже до двух третей итоговой прибыли бренда. В среднем, чтобы вывести бренд на такой уровень, нужно вложить от 50 и более миллионов. Интересы супруги сенатора Арашукова, впрочем, не только в модном бизнесе. Согласно открытым данным, тут стоит оговориться, что это неофициальные документы и могут быть ошибки. В 2002 году Аида Мухамедовна числилась руководителем ООО «Адиюх», ныне ликвидированного. А с 2010-го ООО «Адиюх» ПЭЛОС с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Точно такое же название носит высококлассный спа-отель с коллекцией ретроавтомобилей на малой родине Арашуковых в ауле Хабес. Синдром малой родины для кавказца, который состоялся как политик на федеральном уровне, он всегда имеет место. И это не исключение здесь Арашуковы. Воспринимает в целом, понимаете, она неотделима от образа своего мужа. В простом таком черкесском сегменте эта семья воспринималась, мягко говоря, неоднозначно. При этом, согласно документам с сайта Совфеда, за весь 2016-й Аида Мухамедовна заработала всего 308 рублей, годом позже 96 тысяч. Сами по себе эти декларации еще ничего не значат, но вот оценить влияние проблем у мужа на бизнес-успех жены будет, похоже, не так-то просто. Алексей Конопко о черкесском гламуре. Алексей Конопко о черкесском гламуре.